Предмет, о котором я желаю сегодня побеседовать с вами, является вера. За последнее время, да, в эти странные и во многих отношениях, непонятные для многих из нас времена, в которых мы живем, вопрос веры особенно занимает мое внимание. И при том, несмотря на то, что слово вера является обиходным словом христианства, все же многие, даже религиозные люди, и значение его не понимает или же понимает его лишь отчасти. Имея это в виду, я вновь обращаюсь к известному месту в Священном Писании, говорящей о вере, а именно послании к евреям. Чтобы понять примеры веры, данной нам в 11 главе этого послания, мы должны обратить наше внимание на последнюю часть 10 главы. Слова «Праведный верою жив будет», которые мы здесь находим, взяты автором из ветхозаветной книги пророка Аввакума. Они повторяются также в двух других местах Нового Завета, то есть в послании к римлянам, галатам и третий раз в этой 10 главе посланий к евреям. Заявление этих слов в Ветхом Завете и их трехкратное повторение в Новом весьма знаменательно. Например, в послании к римлянам, где оно впервые цитируется, оно является основным текстом для изложения о спасении, в послании к галатам о свободе и в послании к евреям о победе. В этих трех великих посланиях, говорящих о спасении, о свободе и о победе через веру, слова Аввакума «Праведный верою жив будет» цитируются. В первую очередь отметим обстоятельства, при которых они были сказаны пророку Аввакуму. Период, в который жил пророк Аввакум, был смутным временем в истории народа Божьего. Состояние всей страны было потрясающее. Об этом положении вещей пророк жалуется Богу. Он напоминает Бога о насилии, о притеснении, о беззаконии и злодействии, которые наблюдались в жизни народа его. Притом положение международное было угрожающее. Враг стоял на пороге страны, и казалось, что в любой момент он нападет на них. И что казалось самым невероятным для Аввакума, это то, что Бог, как будто стоя в стороне, ожидал и ничего не делал. Потом сказано, что Бог ему ответил, говоря, «Тебе кажется, что я ничего не делаю, но оно вовсе не так. Я совершаю мое дело, и если и сказал бы тебе, что я делаю, то ты бы не поверил бы». И затем ему Бог сказал, что он делает, то есть воздвигает самого злого, лютого народа того времени халдеев, быть его орудием, чтобы исполнить его намерения в мире и среди его народа. Аввакум тогда ответил, «Это хуже, чем я предполагал. Мысль, что, мол, Бог ничего не делает, казалась невыносимой. А теперь он говорит, что он употребит этих людей, страх народа, для своей цели. Мне это непонятно, говорит пророк, но пойду я на башню мою и буду ожидать и узнаю, что скажет мне Господь». Возлюбленный в этот момент Аввакум сделал самое важное решение, которое может человек сделать при подобных обстоятельствах. Как часто бывает, что и мы в недоумении, сокрушенный проблемами и трудностями наших времен, и что кажется хуже всего, это то, что Бог как будто ничего не делает. Как часто слышим мы подобное и в наше время. Что делает Бог? Где Бог? Почему Он ничего не делает? Если Он есть, почему Он допускает зло, насилие и беззаконие? Бог и сегодня говорит нам то, что Он сказал Аввакуму. «Я свое дело делаю, но вы меня не слушайте». Возлюбленные, пора нам замолчать, как сделал пророк, и прислушиваться тому, что скажет нам Господь. Заметьте, что пророк не замкнул свои уши. Он пошел в башню свою и там услышал голос Божий, говорящий ему. «Дорогие мои слушатели, наша беда в том, что мы не в состоянии ожидать, что Бог хочет сказать нам. Мы стараемся решать наши проблемы и вопросы своим умом. И это, мои возлюбленные, невозможно. Мы не можем понять все действия и пути Божьи. Как пророк в таких безвыходных и непонятных для него обстоятельствах, так и нам пора следовать его примеру и ожидать, что нам скажет Бог». Но что Бог ответил Аввакуму? Он дал ему видение. И в чем же заключалось это видение? Прочтем и отметим внимательно, что тут сказано. Здесь мы обнаружим две философии жизни. Слушайте, вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Это все. Два образа жизни. Надменного и праведного. Тут Бог открывает Аввакуму две философии, которыми живут люди. Первая – надменного, надутого человека. О нем так сказано. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается так, что расширяет душу свою, как ад и как смерть. Он ненасытен. Это одна философия. Другая картина – праведного. Он верою своею жив будет. Это человек, надеющийся не на себя, не на свои способности и достижения, но он надеется всецело на Бога. Какой контраст между этими двумя? Все сказано в одном простом предложении. Да, это одно из самых сильных предложений в книге Божией. Праведный своею верою жив будет. Прочтите, если имеете Библию, остаток этой второй главы пророка Аввакума, и вы обнаружите картину надменного человека. И сравните эту картину с нашим веком, в котором мы живем. Откройте сегодняшнюю газету, и вы увидите эту же картину. Всюду злодействие, беззаконие, вражда и убийство. Говорят о мире, а мира нет. Таков результат одной философии. Философия жизни надменного человека, не желающего знать Бога. А верующему Господь говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит благодарение Господу. Человек, имеющий веру, может ожидать Божие время. Оно придет. Слава Господу. Бог скажет последнее слово. Посмотрите на конец нечестивого, самонадеянного, гордого, надменного человека. Каков конец его надутого отношения к жизни? Взрыв. Вы видели ребенка, играющего с воздушным шаром? Смотрите, как он его надувает. Все больше и больше, еще немного. И, наконец, вспышка, лопнул воздушный шар. А почему лопнул? Потому что, надуваясь, он делается все больше и больше. И, наконец, он должен лопнуть. Такова история человека без веры в Бога. Таков конец души, который надеется на себя. Самостоятельно. Душа, которая надменно и гордо поднимает свою голову перед всемогущим Богом. Дорогие друзья, рано или поздно эта философия жизни должна кончиться полной неудачей и поражением. А что скажем о другом образе жизни? Одно слово достаточно. А именно, праведный своею верою жив будет. Что же оно нам говорит? Оно говорит, что подлинную жизнь, вечную жизнь человек имеет верой в Бога. Жизнь Божия, жизнь вечная, возможно только верой. Противоположная вере – гордость, надменность, эгоизм. Она окончается взрывом. Вера же осуществляет реальность. Жизнь дает подлинный мир и вечную радость благодарению Господу вовек. Теперь обратим наше внимание на первый пример победы веры, пример спасения через веру, который приводит автор посланник евреям в 11 главе. Это вера Авеля. История Авеля дана нам в 4 главе книги Бытие и думает, что она известна моим слушателям. Посланник евреям говорит, что Авель был человек веры, и касательно его веры сказано два фактора. Во-первых, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И во-вторых, верою он и по смерти говорит еще. Припомним историю двух братьев Каина и Авеля. Оба они принесли свои дары Богу. Один дар был принят, другой нет. Почему? Во-первых, обратим наше внимание на дары этих двух братьев. Сказано, что Авель принес свою жертву верою от первородных стада своего и оттука их. Это значит, что он принес жертву кровавую, убитую. Авель признал своей жертвой, что смерть необходима, как искупление за его грехи. Однако Каин поступил не так. Когда Каин принес свои дары, то он принес овощи, фрукты, красивые дары, взятые из земли. Но в этих дарах не было элемента смерти. Они были без крови. Авель же принес дары, которые были убиты. Как в книге «Бытие», так и в послании к евреям определенно сказано, что Бог принял жертву Авеля, а даров Каина он отказался. Теперь вопрос возникает, почему Бог принял один дар, а отказался от другого. Жертва, которую принес Авель, была исповедью греха, требующая искупления. В даре же Каина нет намека ни на сознание греха, ни на требование смерти. Когда Авель вошел в присутствие Бога со своим даром, то это был знак сознания греха и нужды в посредниках между им и Богом. Он признал, что смерть другого, невинного, в данном случае животного, взявшего место виновного, было необходимо перед тем, как он мог стать перед Богом и быть им принятым. Итак, вера Авеля была не в свое человеческое достоинство, но в Боге, и вера эта была двоякая, во-первых, в святость Божию, и во-вторых, в его милосердие. Жертва Каина этого не признала. Авель пришел с кровавой жертвой, и этим он признал святость Божию, требующие искупления за грех. Но вера его была также и в милосердие Божие. Своей жертвою Авель сказал, Господь, ты свят, я грешен, но ты и милосерден. Пусть мой дар говорит за меня и представит меня перед тобою. Да, Каин тоже принес жертву Богу, но жертва его не была принята Бога. Почему? Потому что душа его была надменной, и Бог ему не благоволил. Его дар был результатом его труда, его искусства. Он принес плод своей работы, своих рук, своего знания. Без крови, без смерти и этим даром он не признал ни свою греховность, ни святость Божию, ни милосердие Божие. Он хотел быть принятым Богом, но на свои условия. Он пришел к Богу с цветами, фруктами и овощами и говорит, вот что произвели мои руки. И Бог не принял его. В примерах этих двух братьев мы ясно видим в одном надменного, надутого, самонадеянного Каина, а с другой стороны Авеля, признавший свою греховность, святость Божию и милосердие Божие, и он был принят Богом за свою веру. Второе, что сказано о Авеле и о его вере, это то, что он и по смерти говорит еще. Что сказал Авель и что он еще говорит? Некоторые говорят, что кровь Авеля, которую пролил Каин, убив своего брата, требовала мщения. Не думаю, разве мщения за пролитую кровь, говорит Авель по смерти своей? Нет. Прочтите внимательно, что сказал Бог Каину относительно говорящей крови брата его Авеля. Голос крови брата твоего вопьет ко мне из земли, из красной окровавленной почвы. Что она сказала? Не о мщении. Вера не требует мщения. Нет. Кровь Авеля не о возмездии просила своем. Нет. Слово вопьет в оригинале в древнееврейском языке имеет сильное значение. Перевести дословно то, оно гласило бы так. Голос крови брата твоего орет, пронзительно кричит, взывает, вопьет. Оно говорит о страдании и боли. Почему? Потому что земля проглотила человеческую кровь. И теперь кровь эта взывает, вопьет, кричит от боли и нужды. Каково значение этой крови? Это был прямой результат греха. Восстание против Бога. Восстание человеческой гордыни и самонадеянности против Бога. Каин убил брата, потому что он был злодеем. В этом акте он показал сущность греха. Кровь Авеля был результатом греха, и она возопила Богу. Голос крови, звучащий в ушах Божьих, был голос отчаяния. Вопль человечества о избавлении, о искуплении, о примирении, о пути обратно к Богу. В пролите крови Авеля Бог услышал взов. Вопль страдающего человечества. Опять в следующей главе упоминается кровь Авеля. Что кровь Иисуса говорит лучше, нежели кровь Авеля. Кровь Авеля вопила из земли, прося спасения и избавления. Это был голос бедствия. Кровь Иисуса не это говорит. Но заявляет, что вопль этот отвечен, что искупление совершено, и что человек имеет доступ к Богу, слава ему вовек. Да, кровь Иисуса Христа, говорит, лучшая. Она заявляет каждому, что искупление совершено. Пролитая кровь Авеля братом своим, был воплем нужды человека, изгнанного от Бога. Она и сегодня говорит, посмерьте его, что человек нуждается в спасении. И кровь Иисуса отвечает, что есть путь для человека спастись, быть Богом принятым и прощенным. О, мой дорогой друг, прими этот дар спасения, встань сегодня на этот дивный путь веры, он приведет тебя к жизни и притом к жизни вечной. Продолжение следует...